Продолжение следует... В результате падения деревьев Все видели эту новость Я не знаю, мне кажется, такого еще не было в нашем городе Про пять пострадавших машин от упавшего дерева на улице Попова Не знаю, может быть, это тут взлом кировчанини как-то преувеличивает Но сейчас у наших гостей спросим Во-первых, Светлана Кейкина в нашей студии Которую мы обычно представляем как руководителя проекта 30 скверов Но с удивлением для себя я узнаю, что теперь Светлана начальник отдела охраны окружающей среды И зеленого строительства, управления дорожной и парковой инфраструктурой Светлана продолжает заниматься зеленкой Да Здравствуйте Добрый день Да, и Андрей Воробьев у нас в гостях Член исполкома Ассоциации юристов России Кировского отделения Да, эксперт в сфере ЖКХ Андрей, добрый день Добрый день Вот, я не знаю, преувеличено взлом кировчанини было вот это сообщение Про пять автомобилей пострадавших или нет? Насколько преувеличено все взлом кировчанини, это как бы хорошее Ну, я поэтому и спрашиваю, да Нет, пострадало действительно там пять автомобилей, просто по-разному Вот, и так как я работаю сейчас уже неделю в зеленом строительстве То такие сообщения приходят, ну, иногда Но там не пять За неделю Иногда уже приходят Иногда уже были, да То есть так как у нас обрезка деревьев в городе не велась планово какое-то время Деревья переросли, деревья вместе с городом приближаются к 650-летию к дате Когда они уже постарели Вот, и сейчас, ну, с моим приходом я планово буду переходить именно к актированным деревьям Которые будем постепенно все убирать Но план очень большой Каждый день есть звонки о том, что уберите, пожалуйста, дерево Оно сухое, оно уже заактировано Когда? Вот, ну, у меня план на следующие пять лет Вот уже примерно так Я просто, подождите, я просто помню цифру, которая у нас где-то вот весной в этой студии озвучилась Порядка десяти тысяч аварийных деревьев в Кирове Эта цифра, она откуда? То есть мы каждый год делаем акты Соответственно, это получается план, который нужно сделать Вот, и то, что мы сделали по итогам года Физически что смогли убрать И вот эти вот хвостики, они накапливаются И поэтому, да, сейчас по плану нужно убрать 10, около 10 тысяч деревьев Ну, там вот А сколько в год вообще получается убрать? Около двух тысяч И, да, горожане всегда Ну, это обосновано, что в городе становится все меньше и меньше зелени Но это к вопросу не только к зеленому хозяйству Потому что мы сейчас занимаемся именно уборкой сухих деревьев Обрезкой веток Но еще есть заявки от ГИБДД, когда нужно обеспечивать видимость И там есть предписание, что, допустим, там вот здесь вот клипы мешают обзору Их нужно убрать И здесь вот уже мы можем биться за них Но есть закон, который... У вас предписание обязывает исполнить в первую очередь, получается Да, вот Также есть постройка новых дорог И тут тоже зеленое хозяйство уже может только сказать, что, ну, что мы можем посадить в качестве замещающих Но так-то в законодательстве нет вот этого обязательного пункта замещающих посадок То есть это заблуждение такое Почему-то считается, что если вы спиливаете дерево в городе, то вы обязаны посадить новые Есть рекомендации Ага Вот, то есть и сейчас мы вот как раз разворачиваемся к тому, что при проектировании дорог нужно сразу же проектировать и озеленение То есть наш Киров нуждается в плановой такой ежедневной работе То, к чему сейчас вот мы стараемся развернуться и сделать План из 10 тысяч аварийных деревьев по 2 тысячи деревьев удалять в год, это, ну, как бы... Заоблачно Почему не сразу так много? Ну, в смысле, вот, ну, 2 тысячи, это много, я так понимаю, да? Сколько обычно в среднем, там, в Кирове в последние годы деревьев уберем? А, ну, вот если... У меня статистика тоже с собой принесла, на всякий случай, но в 2019 году ноль деревьев был убран А, то есть все аварийные деревья, которые были найдены в городе, они так и стояли аварийные? Да А, и никак они не помечены, я правильно понимаю, что на них никаких ленточек красных не висит? Здесь ходить опасно, не паркуйте тут машину Хороший вопрос, потому что их можно помечать, там, допустим, какой-то краской И это делается, ну, например, там, в окрестности города и ставятся зарубочки, например, на этих деревьев Но горожане так-то и не видят этих... Не видят, конечно, никто не знает Да, этих пометок Если будет красной лентой висеть Но, а ведь в строитель... Когда строители что-то делают и красной лентой, и она потом вот болтается, и это все очень некрасиво То есть давайте найдем какой-то эстетичный, чтобы город не засорять С другой стороны, вот эта вот безопасность, она, ну, тоже важна Здесь нужно искать, может быть, какие-то есть рекомендации у урбанистов, например То есть я так понимаю, что одновременно, единомоментно, 10 тысяч деревьев вот этих аварийных, их не убрать Не убрать Не убрать А цена вопроса, если это, например, о каждом верили говорить А вот это вопрос тоже коэффициентов То есть у меня есть стоимость, зависит от породы, места произрастания, стволов, сложности там с проводами, какая-то территория Ну, а в бюджете деньги есть на то, чтобы две тысячи деревьев каждый год аварийных убирать? А, ну, мы все должны закладывать ежегодно А, просить надо будет, ну, в смысле, обосновывать, да? Обосновывать, да, то есть если мы увеличиваем, то мне нужно увеличивать штат тогда сотрудников Потому что одной бригадой это сделать, ну, просто физически Вот, а если, то есть дерево может быть в несколько стволов, да? И вот эти вот все коэффициенты, плюс еще есть, например, коэффициент, что это дерево там ценное, а кислорода вот столько Ну, в общем, там есть вот коэффициентов очень много И у нас специалисты, они, зная вот их, они оценивают каждое дерево там индивидуально И нельзя сказать, что... А, подождите, а как... Вот тополь стоит столько-то Нет, ну, тут словно говоря, у меня, например, во дворе какое-то аварийное дерево Жильцы устали ждать, когда администрация, управляющая компанией, не знаю, кто-то где-то найдет деньги на то, чтобы это дерево убрать Они просто выходят с пилой Нет, даже не выходим с пилой Хорошо, мы заказали бригаду, мы скинулись деньгами и своими силами решили это дерево убрать Так И тут нам говорят, вы знаете, вот этот дуб, он вырабатывает столько-то кислорода, поэтому это будет стоить не тысячу, а полторы тысячи рублей И ты такой, что? Как выработка деревом кислорода влияет на стоимость работы человека с пилой? Вот сейчас, возможно, я говорю не той терминологией, которой работают юристы, потому что все коэффициенты, они правда прописаны в нормативке И шаг влево, шаг вправо у нас не целевое, поэтому это все юридическим языком А я, как зеленка, я отвечаю человеческим языком То есть факторов очень много, влияющих на цену Чтобы во дворе оценить дерево, вот здесь администрация ни при чем Здесь собственники должны раз в год встречаться, проводить исследования Что у нас во дворе нуждается в, например, уборке, сносе, посадке и так далее Специалистов могут приглашать, но у нас сейчас нет времени на работу Тогда, свет, получается, 10 тысяч, это за исключением дворов Придомовых территорий То есть это только то, за что отвечает город А сколько на территории управляющих компаний вообще? Есть ли какие-то подсчеты на территории управляющих компаний? Ну, по крайней мере, потому как часто приходится такие вот Подсчеты на территории управляющих компаний аварийных деревьев можно посчитать по количеству судебных дел в наших судах Так, это в смысле по количеству дел, которые заводятся из-за ущерба какого-то причиненного Из-за ущерба, которые причиняются в основном автомобилям, если мы говорим про деревья, а не про другие, так сказать, элементы, которые есть на придомовой территории, которые тоже наносят ущерб автомобилям. А их много, да? То есть не только деревья грозят машине? Как минимум, есть топ-10 случаев, например, падают кирпичи с крыши, строительный мусор, снег. На втором месте, если не на первом по популярности, ведра, контейнеры с контейнерной площадки отъезжают с ветром в машину. Машины красят, строительная бригада, которая одновременно красят лавочки и бордюры за одним, и машины подкрашивают. В смысле, случайно? Ну, конечно, случайно. Случайно. Да, есть канализационными стоками из колодцев вот эта вода. Когда обмария, например. Это закупоривается, да, это затапливает машины, кипяток, как, допустим, был. Это какие-то, знаете, ты приобрел машину, и теперь все пытается ее уничтожить. Оконные рамы, оконные рамы часто падают, которые сделаны и прикреплены плохо. А, это когда экономят на монтажнику. Помните, тоже случай был при капитальном ремонте, кровля упала, там не закрепили. Ну, в общем, можно продолжать до бесконечности. Строительные заборы, да, в общем, да. А поэтому мы, наверное... Передвигайтесь на общественном транспорте. Мы решать-то, да, нам нужно вот это в комплексе, что много машин во дворах, на дорогах стоит, потому что у нас нет инфраструктуры для автомобилей. Вот, и здесь нужен запрос, общественный запрос о том, что нам нужны многоуровневые, например, парковки. Ну, это очень долгий, Светлана, процесс. Еще дольше и пяти лет, мне кажется. Да, 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 это как бы займет больше времени, чем спил всех аварийных деревьев. Тем не менее, нам нужно понимать, куда мы идем. То есть, что вот сейчас батл между деревьями и машинами, вот он как начался с изобретением автомобиля, он все нарастает. И сейчас как-то нужно понять для себя, либо, ну, вот деревья нам нужны не только там, как пылепоглощение, шумоизоляция, но это так-то кислород... Почему огромные пробки на выезд из города? Все хотят подышать свежим воздухом. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что нам сейчас предстоит решить вот эти 10 тысяч аварийных деревьев, мы убираем и сколько мы посадим взамен? То есть, возможно, что-то мы отдадим под парковки, да, учитывая там чайные нужды горожан или деревья все же? То есть, возможно, сейчас вот идет Московский Урбан Форум, и там огромный блок идет именно на ландшафтно-экологическое проектирование, то есть при проектировании дорог озеленение и парковочное. То есть, вот пытаются найти сейчас решение, а это же проектирование города в целом. А у нас старые города, они не нацелены вообще на то, что сейчас шесть полос дороги строятся. Вот, и, соответственно, озеленение, оно не подсаживалось планомерно, и у нас такой коллапс, который нам именно сейчас предстоит решать. То есть, это мы сейчас про обновление как бы зеленого фонда говорим. А вот у меня все-таки вопрос, если эти деревья никак не обозначаются, и вот в этом конкретном случае, от которого мы отталкиваемся на попов, все происходило на парковке. То есть, это даже не обочина, не стихийная стоянка, то есть, это парковка, которая предназначена для того, чтобы здесь стояли автомобили. Рядом с этой парковкой были деревья. То сейчас получается, ну вот по логике, вообще все надо заспилить, что аварийные рядом с парковками, а иначе все придется кому-то оплачивать. Да, здесь могут быть варианты уже креативного озеленения, вертикального озеленения, если мы говорим про замену, про конкретный случай, что мы еще не знаем территориально, чья это территория, и, возможно, парковка. Ну, у нас же как делается во дворах парковки, мы с соседями договорились, что здесь будет парковка, вот, и мы поставили, но это не значит, что она утверждена, там, запланирована и так далее. То есть, вопросов очень много, но их надо решать вместе с озеленением, что озеленение, надо просто понять для себя, что это наша точка, ну, как бы зрения и мировоззрения, как, ну, там, примеры из других стран. Что вот мы сейчас проектируем только так, чтобы было больше зелени, парковки должны быть не просто асфальтированным пространством, а с озеленением, проницаемые. То есть, это прямо вот другая точка зрения. Нет, это я понимаю, это прекрасная, конечно, история, но вопрос в том, что сейчас вот рядовой автомобилист, который нас слушает, у него мысль такая, то есть, нет людей денег на то, чтобы спилить 10 тысяч аварийных деревьев, которые падают на машины, и при этом что-то мы там говорим еще про озеленение, на которое мы тоже хотим деньги потратить. То есть, у людей вот логика такая, мне кажется, и вот сейчас просто надо понимать, если все-таки происходит вот такая ситуация, неважно, там, на парковке, на обочине, на муниципальной земле, на придомовой территории, да, кто за это платит вообще? То есть, это автомобилист сам будет восстанавливать свою машину пропавшую, страховщики будут платить, если у него есть каска, это к Андрею уже вопрос, или это все-таки город и управляющая компания платят? Ну, по общему правилу, всегда автовладельцы стараются подать в суд, ну, так как добровольно никто не платит, да, и, соответственно, прибегают к судебным механизмам, стараются подать в суд на управляющую компанию или на то лицо, кто управляет многоквартирным домом, то есть, там, либо товарища, собственника, жилья, жилищный, стрельник, оператив и так далее. Но бывают и ситуации такие, как, например, был один случай у меня в судебной практике, когда старый клён упал на машину и автовладелец обратился к ТСЖ, который управлял домом, ТСЖ называлось ТСЖ-клён, вот, и, соответственно, потребовал возмещения ущерба. Против клёна, так. Не она несёт ответственность за содержание вот данных деревьев, но суд всё-таки встал на, понятно, что на сторону автовладельца, но решил, что ущерб должна заплатить администрация города Кирова. А много заплатили? Ну, там где-то около ста тысяч. Я вот то, что вчера видела фотографию одной из машин, мне кажется, там ста тысячами не обойдётся, там значительно больше ущерб. Да, там сегодня как раз помогали убрать это дерево. То есть, там от машины, а с верхней части, по-моему, вообще ничего не осталось, да? Там крыша раздавлена. Ну, вот это вот вопрос, то есть администрация от своей ответственности не уходит. Наши специалисты выезжали на место два раза. Там первая, там, кадастровая была приглашена. Вот вопрос не ко мне, там, по поводу участков. Вот, но это вот мнение, что сейчас все огромные наши большие тополя, которым так-то мы гордимся. Вот, и во всех деревнях мы их ищем. Вот тут тополь. Но их надо всех сносить. И, ну, то есть, служба, там, администрация, вот зелёная, что она может по приглашению прийти и оценить. Если не пригласили, не оценили, то у нас нет предписания на снос. Так, подождите, вот это важно сейчас. То есть люди, у которых во дворе достаточно старые деревья, на придомовой территории достаточно старые деревья, рядом там на улице какой-то, где они паркуют машины, потому что нет мест других, достаточно старые деревья, они могут обратиться в администрацию, они могут вам позвонить или нет. И вы можете приехать и оценить, по крайней мере, там, это дерево и сказать аварийное оно или нет. Или это должна быть управляющая компания как-то. Вот как это вообще организовать надо? Я не знаю, там, Андрей, Андрей. Ну, смотря про какую территорию вы говорите, если вы говорите про территорию, которая относится к общему имуществу, да, всех собственников помещения в доме, то тут по решению общего собрания собственники сами должны решить. Сносить или не сносить дерево? Быть этому дереву на их земельном участке или нет, потому что всё, что находится на земельном участке, это их общее имущество, детские площадки, скамейки, урны, там, тротуары, деревья. То есть если земельный участок имеет границы, поставлен на кадастровый учёт, то есть он вот определён. То есть мы можем открыть публичную кадастровую карту Росреестра и посмотреть у дома, есть границы у этого земельного участка или нет. Или вот уже идёт второй дом на этой карте, и между ними никакой границы нет. Значит, если такой границы нет, то это территория общего пользования. И если мы говорим про город Киров, то это муниципальная земля, то есть принадлежит администрации города Кирова. Вот. И, соответственно, если мы говорим про эту землю, то здесь по решению общего собрания, как я говорил, Собственники должны решить, что мы нанимаем подрядную организацию, например, там, за 50 тысяч рублей, которая спиливает вот этот старый клён. Или там старый тополь. Это так долго стоит? Цену кто-нибудь как-нибудь назовите? Это правда? Серьёзно так стоит? 50 тысяч рублей за снос одного дерева? Ну, смотря ведь какое дерево. Это может быть дерево, я не знаю, 50-метровое, где сначала вот этот вот такой некий альпинист, да, с бензопилой, забирается на самую верхушку, постепенно отпиливает, отпиливает, отпиливает. Там рядом стоит строительный кран, который подхватывает это всё. Потом, когда остаётся несколько метров, и корень там шириной 5 метров, уже вызывают там экскаваторы и так далее, которые его выкапывают. То есть это всё зависит от объёма работы. А, ну вот это да, это может стоить, наверное, 50 тысяч. Я сейчас просто представила стоящее сухое дерево у себя, там вот какой-нибудь американский клён, который, не сказать, что там 5 метров в обхвате, да, внизу. И то мне показалось, что это... Просто управляющая компания и те лица... Просто выйти вообще можно с какой-нибудь бензопилой, бензопилой. На каждое дерево будет два мнения. Один сосед говорит, пилим, потому что мне загораживает свет. Другой говорит, не пилим, потому что мне свет загораживает. Да, да. Нет, тут очень просто. Смотрите, какой маркер-то, да, то есть какой ориентир спиливать или не спиливать. Управляющая компания заказывает какую-то услугу, там, оценку или какой-то осмотр этого дерева, или там, да, где специалист приходит и оценивает, что внутри, например, уже труха, то есть оно прогнило. Угу. Вот, там, и до 20 метров в секунду бывает и больше, вот, поэтому думайте сами. Соответственно, в общем собрании собственники посчитали, что 20 тысяч рублей на 100-квартирный дом, это там по 200 рублей с квартиры, да, и это не так дорого. Но зато появляется безопасность в этом случае. Если безопасность, ну, то есть, если дерево явно там угрожает не только имуществу, но и жизни, здоровью людей, собственники все равно могут принять решение о том, чтобы не сносить его? Или нет? Если оно упадет, кто будет нести ответственность? То есть, можно же сделать кронирование, санитарную обрезку и так далее, то есть, но это решение на базе чего-то должно, то есть, нам нужна все равно оценка специалистами. Ну, вот, условно говоря, да, то есть, дерево явно аварийное, то есть, там не обойдется ни кронированием, ничем. Управляющая компания понимает, что это дерево рано или поздно встанет либо поперек кармана, либо уйдет вообще куда-нибудь в суд, если пострадают люди, да. Да, и, но собственники жилья принимают решение не убирать это дерево. Тут управляющая компания может как-то тоже через суд заобязать собственников принять это решение. То есть, управляющая компания же в этот момент отвечает, получается, за безопасность территории. То есть, управляющая компания понимает, что рано или поздно у нее наступит ответственность в связи с падением куда-то этого дерева. То есть, можно это принудительно сделать? Вот, если очевидно, что оно угрожает. Я сейчас пример приведу. Ветка упала на машину, а управляющая компания заплатила компенсацию и решила, а давайте-ка мы все уберем деревья, чтобы вот этого не было. Во избежание, да. Они провели с собственниками жилья собрание. Все, ну не все, а вот согласились. Большинство согласились. Потому что у нас же у всех машины стоят. И здесь не было оценки. То есть, и получается, те, кто считают, что так-то дерево важное, и это существо обеспечивающее... Ну, в общем, тут получается опять же батл автолюбителей против... Нет, я исключительно о тех случаях, когда дерево действительно угрозу несет. То есть, не из-за того, что оно там тень создает, не из-за того, что оно там тополь, и у меня на него аллергия. А вот сам факт падения этого дерева на что-то или на кого-то. Можно ли без собрания, без решения собрания собственников, может ли управляющая компания самовольно потратить деньги на снос аварийного дерева? Ну, чисто теоретически-то может. Конечно. Это другой вопрос, что если найдутся собственники, которые скажут, что вы причинили нам ущерб, спилив это дерево, и пойдут в суд, например, для компенсации морального вреда, там, у кого-то астма, там, что-то еще, там, скажут, нам сейчас тяжело дышать, тут выхлопные газы, а вот этот вот тополь стоял, от которого пух летел, пусть он нам залетал в нос, но это мы дышали лучше. Так. И пойдет в суд с управляющей компанией о компенсации вот этого морального вреда. Ну, это мне кажется... И вот этот собственник, да, он вполне может доказать, да, вот, от причинения ему этого вреда. Другой вопрос, что управляющая компания представит какие-то документы, основания, почему она не, ну, как бы, минуя общее собрание, приняла решение о том, чтобы его спилить. То есть она, скорее всего, представит какой-то акт осмотра, заключение, что-то еще, что вот оно было аварийное, прогнившее и так далее. И тогда суд уже по своему усмотрению может вот размер этого морального вреда снизить, то есть до кого-то, до минимального, то есть тем самым обосновав, почему. Или вообще принять решение в пользу управляющей компании, да, потому что она о безопасности думала в этот момент. Ну, и аварийная какая-то была такая экстренная, получается, ситуация. Может быть и такое. Вот под постом этим про инцидент на Попово спрашивают, да, интересно, если сам видишь, что дерево может упасть, и спилишь его, получишь штраф или нет? Это, наверное, больше к вопросу о деревьях, которые на территории муниципалитета, да, то есть тут все понятно, нужно всем собраться, вынести решение. На территории муниципалитета деревья проинвентаризированы. То есть они посчитаны все? Какое-то время назад, да, сотрудники, вот как раз, кто оценивает, это инженеры у нас называются, они по улицам и вдоль дорог шли и вот считали, оценивали, и эти акты все есть. То есть и если мы не досчитываемся, но здесь же нужен тот, кто заявит об этом. А, то есть должен только пожаловаться на человека, который спилил дерево, правильно? Ну, да, да. То есть можно тихонько под покровом ночи, как у нас ходили люди, зарисовывали разметку черной краской, можно тихонько под покровом ночи. Сам себе благоустроитель. Возможно, вискили дерево тихонько, но как-нибудь. Может, размеры его позволяют, или оно будет падать куда-то в сторону. Да, прокрасся. Или посадить дерево. Или посадить ночью. Кстати, за посадки, по-моему, не все. Тоже не все так просто. Тоже карают. И не только картошки на клумбах. Вообще с городским садоводством, садовничеством было бы здорово, если бы мы работали вместе. То есть с 30 скверами мы хорошо нашли общий язык. И вот сейчас я... С жителями имеется в виду. Да, с жителями предлагаю и горожанам тоже войти в это движение, городской садовник, когда мы синхронизировали бы действия по сносу, по посадке. Вот. Вот эта возможность есть, и вот этот проект я сейчас буду как раз... Продвигать. Да, продвигать. Что нам нужно действовать вместе с горожанами, чтобы они понимали, что сейчас, если это муниципально, тогда нужно в дирекцию городского хозяйства написать заявление. По этому заявлению приедет оценщик, составит акт, рекомендации. И дальше у нас закрутится работа. Светлана, это можно сделать онлайн? Или это надо обязательно писать какое-то письмо, нести его в администрацию, отправлять его в администрацию? В идеале это было бы онлайн, но отправленное в ДГХ, потому что мы работаем по заявке именно дирекции городского хозяйства, что к нам на почту в личную пишут, вот у меня вот это дерево, вот это дерево, если я буду... Так это не работает, все-таки официальный должен быть канал, да? Да-да-да, потому что выделяются бюджетные средства, и здесь вопрос, что специалисты едут либо самостоятельно за свой счет, либо вот это планомерная работа. Я бы хотела, чтобы это был как раз план. Горожане видят, где что нужно, действительно они по своим улицам ходят, и вот эти вот заявки они направляли правильно в ДГХ. Адрес, вот что оцените, и дальше уже вся работа будет вестись. Я надеюсь, что у нас будет и больше сотрудников на работу. Присоединяется к нам Анна Клепикова, директор управляющей компании «Паритет». Анна Борисовна, добрый день. Добрый день. Добрый день, да. Скажите, пожалуйста, вы, насколько помню, сталкивались с ситуацией, когда падают деревья на территории придомовой. Как вы вообще эти ситуации разруливали, что называется, и какими были последствия? То есть вот раз, например, во дворе дерево упало, было ли такое, как нам Светлана Кикина рассказывает, вот жители собираются на общее собрание, говорят, давайте-ка нафиг вообще все спилим, что больше никогда и ничего. Ну, таких ситуаций не было, чтобы собирались и пилили все. Но деревья, да, действительно у нас в несколько случаев было, падали на придомовых территориях и вот на автомобиле. На автомобиле, так. Да, на автомобиле, но когда дерево падает на придомовой территории, то ответственность перед собственниками, владельцами транспортных средств несет либо управляющая компания, либо ТСЖ. Так. Если это на их придомовой территории. Мы возмещали ущерб. А большой ущерб там, ну, вот так получается, примерно. Ну, ведь все зависит от автомобиля. Да, так скажем, от автомобиля, да, и от дерева. От дерева. То есть, если небольшое вот было, ну, там небольшой был ущерб. А один раз, так скажем, на Лексус у нас упал. О, это не повезло сильно. Да. То есть. Были такие случаи. Да, слушайте, а как это происходит? То есть, вот, ну, я не знаю, не конкретно, там, может быть, ваша управляющая компания, ну, а может, и на своем примере скажете. То есть, управляющая компания обычно в этой ситуации как-то пытается, ну, не знаю, что называется, откреститься немножко, да? Или безропотно совершенно принимает судьбу свою и платит деньги? Ну, здесь, так скажем, не откреститься. То есть, это вина управляющей компании. В любом случае, да? Даже несмотря на то, что там жители не принимали решений по спилу данного дерева там или еще как-то, это все равно обязанность для содержания придомовой территории. И даже в суде мы не ходим по таким делам в суд, мы сразу возмещаем ущерб. Потому что там не доказать, что мы предприняли все необходимые меры для того, чтобы этого не случилось. А что вы потом... Определить те, что упадет и когда, это просто нереально. Вот вопрос как раз, что вы сделали потом? Вот после этой ситуации, когда на Лексус дерево упало, вы или там, может быть, жители инициировали какую-то проверку деревьев, приехали к вам специалисты, посмотрели, какие аварийные, какие нет. Или ничего, и они по-прежнему стоят, и так вот дальше тоже может повториться. Ну, это ведь все зависит от того, сколько деревьев на этой придомовой территории. Если оно было одно, ну, как бы, тут и проверять нечего. Так. Ну, обычно, нет, смотрите, тут не только даже к вам вопрос. Это больше даже к жителям вопрос. Ну, то есть вот у меня, например, если бы во дворе упало дерево на детскую площадку или на припаркованную машину, я бы, наверное, задумалась о том, не могут ли деревья упасть еще. И, наверное, ну, как-то через управляющую компанию и да, инициировало бы вот этот вопрос там собраться и, может быть, хотя бы вызвать специалистов посмотреть. То есть это не только к вам вопрос. Я согласна, но в основном жители, вот даже, можно сказать, это причина, по которой мы пилим деревья, то есть по решению общего собрания собственников, конечно, это если людям не хватает света в квартире, либо дерево совсем разрослось и ветки задевают окна при порывах ветра. Вот в этом случае, да, люди как-то сами проявляют инициативу, обращаются к нам и, соответственно, мы проводим собрания, спиливаем такие деревья. А вот по вопросу аварийности не обращаются, то есть это вот, ну, просто вот не определить, ну, я хочу сказать, что упадет это дерево или не упадет, то есть из него, как говорится, не залезешь. Да, бывают и здоровые деревья отпрыгают. У нас раньше была служба Горзеленстрой, которая проводила оценку стояний деревьев. Да, да, Анна, я прошу прощения, да, слушайте, у меня вопрос, можете вы с нами немножко побыть на линии, мы уходим на рекламу сейчас, вернемся и продолжим разговор. Да, спасибо. Возвращаемся в эфир, Анна Клебикова с нами на связи, директор управляющей компании «Паритет», Светлана Кейкина, начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства, управления дорожной и парковой инфраструктуры, Андрей Воробьев, юрист, эксперт в сфере ЖКХ в нашей студии. Мы продолжаем, Анна, остановились на том, что раньше была организация, которая занималась вообще этим всем, Светлана нам говорит, организация занималась «Зеленхоз», да, называлась она? Да, она по-разному называлась, дирекция зеленого хозяйства была, вот, были реконструкции, реорганизации, и вот сейчас это отдел охраны окружающей среды. Это, я так понимаю, на численности сотрудников сказалось в том числе. Техники, сотрудников и времени. И возможности реагировать вовремя на аварийные деревья, получается так. То есть сейчас, мы в перерыве поговорили, не надо брать разрешение у вас на спил деревьев на придомовой территории, надо брать разрешение на спил деревьев на муниципальной земле, получается, да, и тогда приезжают оценщики и делают выводы какие-то. То есть брать компенсацию или без компенсации, и мы это самостоятельно делаем. Да, Анна, еще хотела у вас спросить по поводу того, а вообще, насколько там на ваших придомовых территориях жители активно готовы, например, высаживать новые деревья, потому что вот мы здесь говорили тоже в начале в студии, что вообще хорошо бы, конечно, не просто спиливать, но еще и возобновлять как-то вот этот зеленый фонд. Готовы ли жители, например, не знаю, там, поучаствовать в том, чтобы у вас... Поднимаются ли вообще эти вопросы? Да, появлялись новые деревья. Нет, такие вопросы не поднимаются. Удивительно. Ну вот. Удивительно. Нет, деревья точно не поднимаются, и вот в лучшем случае кустарник какой-то вот высаживается. А мне знаете, еще кажется... Но такой невысокий. В чем проблема в том, что, например, на вот придомовой территории эти вопросы даже не то, что не находят поддержки, они даже не возникают. Потому что если раньше человек получил квартиру, и он знал, что он будет здесь жить, дети его будут здесь жить, скорее всего, внуки. Поэтому дерево лучше посадить. А сейчас ты думаешь, ага, это мы сейчас потратим деньги на то, чтобы это дерево посадить, это привезут вот такой вот маленький дубок. Да, мы будем расширяться, расширять жилищные условия. Но здесь еще должны быть удачные примеры. Удачные примеры. Вот, например, построили какие-то жилые комплексы, да, микрорайоны, то есть есть муниципальная земля или там государственная собственность, да, это государственные земли. Сделайте пример, как должно быть. Причем не просто вот так вот хаотично, а вот мы сейчас думаем так, вот мы хотим так, а тут мы сделаем так. Есть правило внешнего благоустройства. Сделайте там конкретное требование. Вот мы недавно с вами разговаривали по поводу выноса грязи вот на дороге и так далее. Мы думаем, как это все сделать. Есть удачные примеры правил внешнего благоустройства, где нужно просто взять положительный, позитивный опыт и эти уже все решения есть. Придумывать ничего уже не надо. Уже все за нас давно придумано. Я вот приводил примеры в вашем же эфире. Опыт Калининграда, Екатеринбурга, Казани. Просто откройте их и посмотрите, как там это все решено. То есть правила внешнего благоустройства у нас принимает Кировская городская дума. Администрация города Кирова может выйти с инициативы о том, что давайте мы внесем такие-то, такие-то изменения. И если собственники, ну вот, как я это понимаю, как я бы это видел. Если бы я видел удачные примеры, что вот вокруг меня с севера, с юга, там, с запада, с востока, все сделано в каком-то едином стиле. Там, например, спилили тополя, высадили какие-то другие там дубки, там, что-то еще там, кустарники. Все в каком-то стиле. А у нас какая-то старая рухля, да, например, стоит. Ну, у нас, конечно, такого нет, да. Ну, хорошо, аварийное дерево. Да, ну вот, какие-то аварийные деревья, то есть мы бы подумали о том, чтобы это привести в соответствие. Потому что, на мой взгляд, это может привести к росту рыночной стоимости жилья в твоем доме, если это все в едином стиле, выглядит красиво, хорошая детская площадка, что-то высажено, да, там и так далее. Я покрашен, там, лавочки, есть урны. Андрей, можно на секундочку перебью, если мы Анну больше не будем ни о чем спрашивать? Я просто думаю, что Анна, наверное, и поддержит то, о чем Андрей говорит сейчас. То есть, если бы у жителей перед глазами был пример какой-то, да, ну, окружающей, скажем так, среды, не обязательно соседнего дома, но, может быть, где-то близко, то, наверное, люди более бы активно в этом участвовали, да? Ну, наверное. А, ну вы как-то с сомнением в голосе говорите об этом. Да, у нас до этого очень далеко. Пока мы решаем еще, можно так сказать, старые накопившиеся проблемы, то есть это со старыми деревьями, а вот пока думать о том, чтобы новое, конечно, еще никто не думает. Понятно. Я просто на придомовой территории тоже, как активист же, деятельность разворачивала, да, и пока нет модератора, который придет и скажет, ребята, давайте запроектируем хороший двор с озеленением, вот, такого не наступит. Вот, поэтому... А это должен быть житель кто-то, да? Да. Это должен быть кто-то из жильцов, кто-то из собственников, получается. Ладно, будем надеяться на то, что когда-нибудь эти люди появятся. Ну, это здесь даже вопрос, это не только к администрации, да, там, с просьбой, покажите нам удачный пример, это ведь и вопрос к застройщикам. Ну, я понимаю, да, мы об этом тоже поговорим, и давайте действительно с Анной попрощаемся. Анна Борисовна, спасибо большое. Анна Клепикова с нами на связи была, директор управляющей компании «Паритет». А звукорежиссер, не знаю, что-то нам с микрофоном, может быть, сделает, уже идет. Да, спасибо большое, очень шумит сильный микрофон. Ну, вот смотрите, да, по поводу примера того... Нет, нас слышат, нас слышат, мы здесь, да. Из-за того, как должно все это быть, например, условно говоря, вот те же самые там строительства новых дорог. Вот сейчас достроили у меня там в районе Дорофеева, туда дальше, к этим, к лесу, и провели, ну, наверное, это озеленение в понимании людей, которые... Посадили маленькие деревца. Посадили маленькие деревца, вот дубки, собственно, почему я про них вспомню. Они выросли, да, шли через 30. Анна, если бы ты видела, что там сейчас происходит, у меня вообще большие сомнения, что там что-то вырастет, потому что, как вот это вот, видимо, чтобы граждане не привыкали к тому, как может быть нормально. У нас любое благоустройство через некоторое количество месяцев все взрывают, разрывают, вытаскивают на поверхность какие-то непонятные трубы, асфальт ломают, всю брусчатку раскидывают. Понятно. И вот эти бедные деревья, они стоят все забросаны строительным мусором, они в грязи, тут на одном кусок асфальта, тут еще что-то. Во-первых, они... Это дубы, по-моему, если я правильно... Правильно, их идентифицировала, они стоят на расстоянии и не соврать метров двух друг от друга. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, для дубов это маловато место. То есть, если вдруг что-то произойдет, и они начнут расти, может что-то пойти не так. Это, мне кажется, заранее заделом на будущее, что выживут не все. Это как с морковью, извините. Да, мы смеемся и говорим, что вот каждое третье дерево погибнет и будет, в общем-то, нормально. Но деньги освоены. Вот здесь мы говорим... Ну, то есть, мы не знаем точно состав, мы не знаем территорию, чья, и там, кто на содержании. То есть, здесь стера управлениями, администрациями, ну, то есть, вот есть вот эти... Управляющие компании. Управляющие компании. Где чего? Конкретные примеры. То есть, вот я пришла, я договорилась с капремонтом, что мы будем действовать совместно. Строится новая дорога, мы будем участвовать. Вопрос... Ну, вот дайте время развернуться. Да нет, у нас, как бы, Светлана, к вам-то претензий нет. Вот, и так-то бы вообще было бы хорошо. Есть зелёное хозяйство, так оно за зелёнку отвечает. Ну, то есть, вот, а тут газоны косят одни, деревья другие... Просто получается, что компания, которая строит дорогу, я так понимаю, она, видимо, для этих работ кого-то тоже привлекает. Ну, подрядчиков каких-то, ну, да. Может быть, и нет. Может быть, эти же самые люди, которые работают на экскаваторе, им приводят... Я видела, на самом деле, такое, когда вот этим же самым ребятам, которые вчера рыли яму под трубы, им привозят дерево, и они такие, что с ним делать? Ставь туда. И вот вырывают этим экскаватором яму и дерево туда. Ну, то есть, с этим работали не специалисты, и совершенно непонятно, что с этим... Ну, понятно, на самом деле, что с этим деревом будет в ближайший, там, сезон-два. То есть, вероятнее всего, его уже не будет. Просто помните, я еще с 2016 года слышу от чиновников различного уровня, что нужно проводить комплексный ремонт, там, комплексное развитие, комплексное благоустройство. Вот эти все красивые слова. Мы меняем трубы, вместе с дорогами, все делаем одновременно. Потом насаживаем красные деревья. Тут зеленение делаем. Все будет замечательно. Уже шесть лет нам про это рассказывают. Ну, обещанного... Как минимум. Хотела сказать, что обещанного три года ждут, но прошло в два раза дольше. Да, вот. И мне, как активисту, который изначально, вот уже там, шесть лет в городе зеленкой занимается, вот эти все, ну, что у нас нормативка, она немножечко... Или множечко. Нормативку. Да, хотелось бы поработать с Думой, чтобы у нас были приоритеты немножко. Ну, там, другие. Вот в этих же правилах там можно сделать требования к проектированию, требования к эксплуатации и так далее. Вот я вам говорю, вот я смотрел эти правила в других городах, я это видел, там все прописано. То есть проектировщик не может просто взять, там, например, сделать какой-то бордюр, а потом насыпать грязь, да, или там землю, высадить там какие-то кусты, а потом эта земля будет дождем сыматься на дорогу. То есть так уже не делают. Там где-то прописано, что так проектировать нельзя. Надо засыпать, либо какими-то инертными материалами и так далее эту землю. Ну, там, в общем, все решения есть. Можно это все сделать. Было бы желание. Вот я очень надеюсь, что с помощью Светланы какие-то изменения в ближайшее время мы увидим и в правилах, и самое-то главное не в правилах, а в жизни. То есть, что мы пойдем по нашему любимому городу. И будем рады. Здесь, да, стало ярче, краше, приятней. И я думаю, что и самим жителям, да, домов, собственников в доме тоже захочется жить вот в своем маленьком мерке, чтобы у них тоже было красиво, хорошо и хотелось гулять по улице. Потому что сейчас мы видим, что на некоторых, там, в некоторых дворах, на придумовых территориях за столиком сидят не родители, да, и любуются, там, деревьями, там, кустами, какой-то новой детской площадкой. Там сидят такие, так сказать, с низкой социальной ответственностью и мужчины, и женщины, и там что-то распивают. Что-то употребляют. Закругляться, закругляться, по-моему. Можно я притчу маленькую, буквально резюме? Просто есть притча о том, как подарили шкатулку, вот, шкатулку поставили, а теперь пришлось менять комнату, вот, а комнату сделала, так и всю квартиру ремонт сделала, комнату, а теперь и подвор. У Тэфи есть еще рассказ «Воротничок». Вот, я хочу изменить весь мир. Поэтому давайте начнем с озеленения пространства вокруг себя. Все. Такой вот призыв от Светланы Кикиной. На самом деле, удачи, правда, потому что я примерно понимаю, там, да, какой вал работы предстоит. Вот, удачи сил и очень надеемся на то, что позитивные изменения все-таки будут происходить. Ну, и, собственно, как бы не будет больше таких случаев, ну, или как минимум их будет меньше. С падающими аварийными деревьями на припаркованные дорогие машины. Спасибо нашим гостям. Светлана Кейкина, Андрей Воробьев. Мы с Дашей Топузлеевой дневной разворот заканчиваем.